всем привет дорогие друзья вы на канале руссфпс и мне надоело фифа мобайл ну а перед началом данного видеоролика подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик тем кто подписывается я выражаю благодарность прямом респект вернемся к ролику название надоело фифа мобайл чем же она обусловлена и почему так произошло и сколько времени произошло для того чтобы она мне надоело и вообще все офисе мобайл мы сегодня поговорим кратко точно у меня нет никакого сценария если я буду как-то там тупить или что-то в общем отходить от темы то извините в общем как вы видите у меня никак не прокачано ничего я всего лишь нахожусь на каком-то там позорном любитель 2 и дальше проходить не намерен в мировом турне я вообще ничего не прошел и не хочу проходить вот не хочу не хочу мне не нравится точнее нет почему мне нравится графон мне нравится как тут идет перепасовка мне на мне даже нравится геймплей но мне нравится аркада мне нравится кода почему а потому что когда ты каждый гол забиваешь я вот сейчас на фоне для этого говорит и грика потому что ты каждый когда каждый гол забиваешь абсолютно каждый это начинает надое дать потому что ценность футбола в том чтобы победить а победа исчисляется голами чем больше голов забил от соперника то ты победил чем больше тем круче а когда ты забиваешь эти голы больше и круче часто это тоже vs атака и те же игры с ботами то это как-то не очень круто это вообще не круто то есть вся ценность голов она уничтожается в пух и прах вообще абсолютно вся ценность она уничтожается ты забиваешь пачки голов но тебе на это плевать потому что ты не хочешь дальше крепать эти пачки голов потому что потому что весь смысл игры заключается в том чтобы бей беги короче говоря бей беги делай финты вот конечно же есть моменты когда хочется поиграть в пас мне вот нравится играть вот этот геймплей но игра это не поощряет. Игра не поощряет то, что ты играешь и хочешь играть как киберспортсмен, как... Чуть-чуть лучше отжимать, чем этот парень. Не поощряет то, что ты хочешь играть как киберспортсмен и делать все... Сейчас трек поменяю, ребят. Делать все так, как идет в настоящем футболе. В настоящем футболе практически нету. Бей, беги. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Та же PES Mobile. Да. Мы будем сегодня сравнивать only с PES Mobile, потому что более достойных игр, чем PES Mobile и FIFA Mobile по футболу на Android-устройствах, я не знаю. Возможно, вы знаете. Ну да, есть DreamLigaSoccer, кто-то скажет. Но я не серьезно к ней отношусь. это не серьезная игра. Вот вообще. Вот. Я думаю, я ответил вам на вопрос, почему она мне надоела. То есть конечно же, когда ты ее качаешь, когда ты ее качаешь, тебе нравится. Вот когда я записывал видос, мне нравилось. Но не прошло и одного дня, я даже не заходил очень часто в эту игру, она мне уже надоела. сейчас я, наверное, прикреплю комментарий. Если я его, конечно, скриншотил и найду. В общем, парень написал то, что блин, вот это прикольный гол, я думал, я не забью. Парень пишет то, что типа под видосом под PES, то, что PES, она типа там не актуальна, там вот в FIFE, типа там есть события, ты можешь там очень много выходит событий, типа игра крутая, интересная, все дела. Типа в PES событий нету. Я не соглашусь. В PES есть события, и их очень много, и они обдавляются даже чаще, чем в FIFE. вот так вот, вот это поворот, ребята, да, вот это поворот. Другой вопрос, что они не выглядят как события в FIFE, и поэтому люди, которые играют в FIFU, и потом приходят на PES, им это надоедает. Я не понимаю, почему это им надоедает, ребят, ну, серьезно. Это же PES. Это же PES. Ну, окей, я не буду соглашаться с этим парнем, но суть в чем? В том, что большинство людей, которым надоедает FIFE Mobile, они все равно думают так же. Они все равно думают так же. Кстати, два парня поддержали меня в комментах, то, что, вот, например, им не нравится этот понос, и они ушли в PES играть. Вот. Ну, конечно, вы скажете, выходит событие, да. Тебе надоедает FIFE Mobile, потом выходит новое событие. Вот, например, Клоу Де Лун. Это обычное донатерское событие, где ты, играя просто так, без доната, возьмешь максимум вот этого игрока, но, скорее всего, вот, вот, вот твой максимум. Вот смотри сюда, не донатят. Вот. Вот. Это твой максимум. Это твой максимум. Вот. В PES'ке PES'еры апеллируют тем, что там ты можешь поймать без доната любого игрока. Ну, практически, да, это так, но это тоже хреново, потому что составы с Кристинами Сергеевнами и Лионелями Месси у каждого игрока это тоже какой-то дисбаланс, потому что Кристина Сергеевна и Лионель Месси это премиальные игроки, и они не должны быть у каждого. Вот. Что еще хотелось сказать? Да, я буду ее снимать. Я ее буду снимать. Конечно. А что вы хотели? А что вы хотели? Школьники хавают. Кстати, хотел сказать, FIFA Mobile она хайповая, да, у меня некоторые видеоролики, один видеоролик, помню, выстреливал аж на тысячу просмотров, вот, на колбол вам такой. Но не больше, не больше. И видеоролики по PS Mobile, по FIFA 14 Mobile, мод FIFA 20 и FIFA Mobile 20 просто они заходят одинаково. И поэтому я не понимаю людей, которые пишут мне то, что FIFA там снимай FIFA потому что там события, все дела, вот, круто, я даун. это я имел ввиду то, что человек, который говорит, типа, он говорит снимай FIFA, там все дела и я даун, типа, он даун. Ну, вы поняли, я думаю, вы не тупые. А, ну, я думаю, прекратим вот эту гегемонию FIFA и PS. на самом деле и я болею и поэтому не могу записывать футбольные челленджи, но у меня записано челленджи 5-6, поэтому я их потихоньку буду начинать монтировать и ждить их. FIFA это отстойник, это просто отстойник. И преимущество FIFA над PS, знаете, что? Я не знаю, возможно, у меня такой хреновый телефон, это вообще просто пипец. Я играю сейчас на средних настройках, на секундочку, Redmi Note 5, который у меня был раньше, он, как сказать, вот мне нравится этот графон, он мне нравится, но вся эта скрипта, вот, блин, он мне нравится, серьезно, ребят, но вся эта скрипта, но в нее можно играть, в нее можно играть, но это фигня. вот, да, у меня, вернемся к теме, возможно, у меня какой-то фиговый смартфон, Redmi Note 5 был, вот, он при записи не тянул высокое качество, там, фризило, он тянул только среднее, нормально, сейчас, он тянул среднее, нормально, все отлично, и в чем суть? В том, что этот смартфон тянет с небольшими проседами иногда высокое качество, но я не записываю, потому что смартфон перегревает все дела, и это чтобы у вас не было вопросов мощности моего Xiaomi Redmi Note 7, вот, в чем вопрос, вопрос в том, что тут нету 60 фпс, тут нету 60 фпс, лично я играю на средней графике в 60 фпс, да, смартфон поте, смартфон греется, я снимаю специально чехол, но без этого никак, смартфон греется, это неприятно, но 60 фпс того стоит, снимаю, конечно же, я в 30 фпс, вот, но здесь, конечно же, смартфон, вот у меня немножко только подогрелся, в чехле, и типа, все норм, но там столько проседов, то есть, это сама игра не оптимизирована, скорее всего, это не мой смартфон, такой позорный, это игра, я серьезно, вот, давай сейчас последний гол забью, и мы с вами попрощаемся, FIFA это помойка, которую я иногда буду снимать, я буду снимать PS Mobile, FIFA 14 Mobile, мод FIFA 20, вот эту вот дричню, иногда, когда выходят новые события, чтобы вам рассказать, что это та же самая донатистская фигня, каждое событие, и не играйте в это, вот, вот так, да, ко-ко-ко, все дела, и будут футбольные челленджи, мне плевать на то, что я заболею, серьезно, серьезно, мне, кстати, в школе сказали, типа, не болеть, у тебя экзамены, вот, у меня есть очень хорошее средство, я чеснока столько бакнул, что сейчас выздоровлю, просто вообще, где-то недели через две я возобновлю съемки футбольных челленджей, а пока подмонтирую те, которые есть, этого, я думаю, будет достаточно, прям вообще, ну вот, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, с вами был Руси Фопес, играйте только в те игры, которые вам нравятся, и не слушайте никого, слушать вы можете только для того, чтобы понять мнение других, а решение принимайте сами, конкретно вам решать, во что играть, в фифу или в пиес, но если вы все еще играете в фифу, меня вас искренне жаль, всем пока, пока,